Универсальную сноутюбинговую трассу построят в Нягоне. За реализацию проекта берется Центр спортивной подготовки при поддержке Фонда президентских грантов. С запуском трассы станет шире досуг горожан, в первую очередь детей. На более высокий уровень в ближайшие три года планируют вывести и развитие зимних видов спорта в городе. Евгения Самойлова расскажет подробности. Механизм достаточно простой. Нужно, самое главное, определить самую нижнюю точку и верхнюю точку. 70-метровая с учетом необходимых мер безопасности. Универсальная сноутюбинговая трасса пока только на бумаге. Но участок для нее уже определен. Место выделили на городском лыжероллерном комплексе. В основном, основной объем работы это лето. Здесь нужно будет все мелколесие убирать, выравнивать площадки, выравнивать этот склон, подводить под требуемые параметры. Ну, в общем, лето наше. Будем работать. Проект назвали «Парковка» и заявились на гран-президента. Фонд задумку поддержал и выделил 2 миллиона 744 тысячи рублей. Срок реализации – 2021 год. Аттракцион запустят в работу в следующий зимний сезон. А пока в распоряжении нягонцев каток и лыжные трассы. Даже в дни крепких морозов здесь и дети, и взрослые. Мне 81 годик. Словолевый возраст. Все, что я могу сказать. Занимаюсь немножко ходьбой и зимой лыжами. Я даже приветствую то, что сейчас сделано. И что будет делаться, я только приветствую. И у нас в нягоне спорт процветает. И дай бог ему еще больше, как вам сказать, шире расширяться. Зимние виды спорта и досуг расширят. Помимо запуска сноутюбинговой трассы, нягонь проведет модернизацию крытого хоккейного корта. Закуплена установка для искусственного льда. Впереди работы по утеплению здания. Что позволит усилить не только тренировочный процесс хоккеистов, но и открыть секцию фигурного катания. Мы имеем достаточно хорошую материально-техническую базу. Мы сегодня имеем квалифицированных специалистов в области развития зимних видов спорта. В ближайшей перспективе это строительство нового биатлонного центра, который также ускорит развитие зимних видов спорта. Зимними видами спорта в Нягоне занимаются не менее 6 тысяч человек. На общегородские старты выходят целыми семьями, дружными коллективами. Поэтому запуск новых проектов с приставкой «Зимний семейный твои» в этом спортивном городе без сомнений пройдет с легким скольжением и точно в цель. Евгения Самойлова, Николай Чащин. Вместе. Егория. Нягонь.